А в Индии на фоне роста заболеваемости так называемой черной плесенью обнаружена другая грибковая болезнь, которую в стране называют белая плесень. По информации The Times of India, четыре случая заболевания выявлены в штате Бихар. Между тем, эпидемия мукармикоза или черной плесени может парализовать жизнь большей части Индии. Вирус вошел в силу на фоне развивающейся в регионе COVID-19. О борьбе на два фронта в следующем материале. Мукармикоз — вирус или проще обычный грибок, который за считанные дни в буквальном смысле сжигает организм человека. Болезнь паразит долгое время считалась редкой, пока не получила долгосрочную прописку в Индии. Всего за неделю черная плесень подчинила себе два штата-миллионника — Раджастан и Телинганум. В регионах объявлен режим ЧП. На фоне неутихающего коронавируса местные клиники буквально на ходу переоборудуют отделение, ограждая пациентов, в том числе ковидных, от жертв мукармикоза. К слову, именно коронавирус дал дорогу редкому вирусу. По мнению медиков, грибок является осложнением COVID-19. Однако последствия у этой болезни могут быть более серьезными. Всего за неделю мукармикоз поражает лицевые ткани организма. Если вовремя не удалить грибок, пациенту в лучшем случае грозит инвалидность. В худшем — летальный исход. У нас очень способствует климат для распространения этого грибка. Жара и высокая влажность. Больше ему ничего не надо. Чтобы вы понимали, ранее вирус зарождался в сырых подвалах или на складах с гниющими овощами. Сегодня в Индии на улицах аналог парника — душно и влажно. А учитывая, что у множества людей организм ослаблен коронавирусом, то лучшей среды для этого грибка сложно представить. Точное число заболевших мукармикозом в Индии неизвестно. Минздрав заявляет о нескольких сотнях, правозащитники — о тысячах. Вслед за штатами, где черная плесень официально признана угрозой, аналогичное заявление держат на столе мэрии в Махараштри, Гуджарате и столичном Дели. В клиниках же началась проверка ковидных пациентов на наличие в организме паразитирующего вируса. Рассматривается вопрос об обязательной мобилизации перенесших коронавирус для определения последствий болезни. Само по себе это заболевание не опасно, так как развивается только в организме с сильно ослабленным иммунитетом. Так было до пандемии. Сегодня каждый второй индийц в зоне риска из-за коронавируса. Но не стоит забывать и о других болезнях. Для людей, больных диабетом, раком или ВИЧ, грибок в первую очередь представляет смертельную угрозу, так как всего за пару дней поражает слизистую оболочку носа, лёгкие и мозг. Шансы остаться без последствий и выжить примерно 50 на 50. По заявлениям медиков, большая часть заразившихся мукормикозом – это люди до 40 лет. Официальные власти призывают население не поддаваться панике, утверждая, что большой вспышки мукормикоза в Индии пока ещё нет.